МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. В Петропавловске 27-летний рабочий получил сильнейшие ожоги во время аварии на ТЭЦ. Он находится в реанимации. У него поражено 40% поверхности тела. Известно, что ЧП случилось при запуске в работу котла-агрегата. Произошел разрыв водоотпускной трубы. Пострадавший сотрудник подрядной организации по специальности огнеупорщик в больницу его госпитализировали 24 декабря. Но официально эту информацию подтвердили только сегодня. Врачи отмечают, что состояние пациента тяжелое. Тем временем на теплоснабжающем предприятии все еще устраняют коммунальное происшествие. Там сразу на двух котлах образовались свищи. Это был пар на рабочем месте. Честно говоря, технические детали мне неизвестны. Но во время работы пар под давлением дал такие ожоги. Состояние пациента остается тяжелым. Он продолжает лечение в отделении реанимации. Он в сознании, на самостоятельном дыхании. Лечение получает в полном объеме. У него ожог паром лица, передней поверхности шеи, кистей, ягодиц, поясницы и нижних конечностей. Авария на Петропавловской ТЭЦ может отразиться на температуре в квартирах потребителей, говорят специалисты. Ведь завтра ночью столбики термометров в северных регионах опустятся до минус 32. В центре ожидается до минус 25. В южных и восточных регионах до 18 мороза. Сильные морозы синоптики прогнозируют на большей части республики. Возможен снег, усиление ветра с низовой метелью, понижение температуры и гололед на дорогах. Обещают это все также в Алматы. Чтобы уменьшить риски травмирования, ДЧС рекомендует пешеходам соблюдать основные правила безопасности. И рекомендует также не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. И также рекомендуют отложить дальние поездки из-за плохой погоды. Без света остаются 48 сел в 8 районах Западно-Казахстанской области. Линия электропередач оборвалась ветром. В самом Уральске из-за перепадов напряжения вышли, и из-за этого многие остались без воды. Работы продолжают и в районах. С городских улиц уже вывезли 12 тысяч кубов снега. Работают свыше 100 единиц спецтехники и больше 200 человек. Напомню, в ЗКО за прошедшие сутки выпала месячная норма осадков. Из-за бурана были закрыты все трассы. Спасатели вытащили из снежных заносов два автомобиля. Семь человек доставили в пункты обогрева. На данный момент в 30 населенных пунктах подача электричества восстановлена. В 17 населенных пунктах в 6 районах области всего 1906 абонентов остаются без электроснабжения. Ремонтно-восстановительной работы проводится силами АО «Запказрек». На данный момент дороги по всем направлениям открыты. По городу и области ведут снегоуборочные работы. Арктический циклон принес сильнейшие морозы в центральную часть Канады. В провинции Саскачеван столбики термометров опустились до минус 50. В нескольких городах объявлено штормовое предупреждение. Жителей призывают избегать долгого нахождения на улице. По прогнозам, экстремальная погода продержится еще несколько дней. Свыше сотни авиарейсов отменили в Японии из-за сильного снегопада, произошедшего на северо-западе страны. В префектуре Ни-Игата выпало до 90 сантиметров осадков. Они вызвали заторы на дорогах. Жители районов, расположенных вдоль побережья Японского моря, призвали не покидать свои дома во избежание ДТП. На кадрах восток Турции. И там четырехметровые сугробы. В провинции Муш снег заблокировал транспортное сообщение с 60 населенными пунктами. Дорогу к ним расчищала спецтехника, в то время как местные жители измеряли толщину снежного покрова с помощью рулетки. И в метеослужбе уточняют, на всей территории страны понижение температуры воздуха ниже сезонной нормы. Проливные дожди в Бразилии привели к прорыву двух дам в штате Баия. Водой затопило сразу несколько городов. Местные жители были вынуждены передвигаться по улицам на надувных лодках и матрасах. По данным власти, жертв удалось избежать. Однако серьезно пострадала инфраструктура, разрушены мосты, дороги, сотни человек эвакуированы в безопасные места. Всего с начала сезона дождей более 400 тысяч бразильцев столкнулись с наводнениями на северо-востоке страны. Очень грустно, что наш город оказался в таком состоянии. Я никогда в жизни не видел ничего подобного здесь. По всему миру авиакомпании третий день подряд отменяют сотни рейсов из-за распространения штамма «Омикрон» среди членов экипажа и сотрудников наземных служб. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье не вылетели более двух тысяч самолетов. Больше всего пострадали пассажиры в США и Китае. При этом за океаном рождественский период – один из самых напряженных для транспорта. Десятки миллионов американцев запланировали отпуск задолго до появления нового варианта ковида. Отмечу, всего в мире за несколько дней отменили или задержали уже более 8 тысяч регулярных полетов. Авиаперевозчики предупредили, что сбои в расписании продолжатся и на этой неделе. Омикрон научился обходить иммунную защиту человека, сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Выяснилось также, что этот вариант может заражать тех, кто уже переболел ковидом, невакцинированных людей и тех, кто был привит много месяцев назад. Эксперты подчеркнули, что пока не знают точно, вызывает ли заражение омикроном более тяжелую форму заболевания по сравнению с дельтой. Но уже сейчас можно сказать, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжелого заболевания и смерти. Первый случай смерти тем временем от штамма омикрон зафиксировали в австралийском Сидне. По информации Департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, от нового варианта скончался 80-летний мужчина. Сообщается, что он был привит двумя дозами вакцины от ковид, но имел сопутствующие проблемы со здоровьем. Мужчина заразился коронавирусом, находясь в учреждении по уходу за престарелыми. Отмечу, два первых случая заражения новым вариантом ковид в Австралии подтвердили в конце ноября. Пандемия коронавируса не станет последней для человечества. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил генсек ООН Антонио Гутерриш. Он отметил миру, уже сейчас надо готовиться к следующей пандемии. Напомнил также, что 27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Дата была провозглашена Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года. Напомню, вспышку новой коронавирусной инфекции ковид, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией в марте 2020. Германия форсирует вакцинацию. Власти решили ни на минуту не останавливать кампанию, объявили акцию. Каждый желающий мог привиться в рождественские праздники. Несмотря на выходные, когда в стране закрыты торговые дома, клиники, центры вакцинации, мобильные группы продолжали работать в обычном режиме. Помимо этого, в эти дни прививку можно было получить в музеях, отелях, на вокзалах и даже в здании знаменитого Кёльнского собора. В исторический объект, который считается наследием ЮНЕСКО, даже выстроилась огромная очередь. На сегодня количество полностью привитых перевалило 70%, но из-за опасности омикрона правительство поставило новую цель иммунизировать 80% населения. Но активнее всего продвигается бустерная вакцинация. Треть граждан Германии, это 29 миллионов человек, уже получили третью дозу. В моем возрасте, мне 80 лет, было рекомендовано получить Байонтек, поэтому я сразу пришла и получила третью вакцину. У меня не было побочных эффектов. Я очень поддерживаю кампанию по вакцинации. Я считаю, это замечательная акция, прививать даже в праздники. К счастью, в Берлине нет дефицита вакцин, и получить ее очень просто. Я призываю и казахстанцев прививаться. Я считаю, эта акция очень важна, особенно для тех, кто работает всю неделю и свободен только на праздники. Лично я уже получил третью прививку. Я сразу решился на это, так как хочу защитить не только себя, но и родных. Моим родителям уже за 70, а для меня важно их здоровье. И благодаря тому, что мы все привиты, мы вместе отмечаем Рождество. Если правительство объявит весной о необходимости четвертой вакцины, то я с удовольствием соглашусь. Больше 50 миллионов бюджетных тенге похитил сотрудник детского сада в Жамбулской области. Сотрудник бухгалтерии воспользовался служебным положением и в течение трех лет незаконно перечислял деньги себе на карту. Невстыковки в документах выявили сотрудники регионального департамента агентства по финмониторингу. Мужчину осудили на 6 лет лишения свободы. Часть ущерба, около 18 миллионов тенге, вернули в бюджет. Более 400 тысяч тенге в виде штрафов заплатили чиновники за незаконный бизнес. В Карагандинской области сотрудники антикора выявили госслужащих, которые, вопреки законодательному запрету, занимались предпринимательством. ИП главного специалиста управления Санэпидконтроля района имени Казбекби в Караганде осуществляло поставки непродовольственных товаров госорганам и организациям. Бизнесом занимался и зам главы проектного офиса Рухани Жангру. Являясь специалистом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, его компания выиграла конкурс на проведение фестиваля. Как сообщают в антикоре, ИП, зарегистрированное на имя главы проектного офиса, получило почти 4 миллиона тенге за проведение концерта в Тимиртаусском дворце культуры. В общей сложности с начала года к административной ответственности за аналогичные нарушения привлекли больше 100 человек. Фермеры Кустанайской области терпят убытки. В сложных условиях они оказались из-за введенных ограничений на вывоз крупного рогатого скота живым весом за пределы страны. Новые правила реализации КРС лишили животноводов контрактов с зарубежными партнерами, а подорожавшие корма делают невыгодным содержание большого стада. Об этом подробно наш сюжет. На этой откормочной площадке 20 тысяч бычков. 75% стада Арманы Смурзин готов был продать живым весом партнерам из России и Узбекистана. Но сделки пришлось остановить. Сорваны многомиллионные контракты. Экспорт нам закрывают на нашу продукцию. То есть то, ради чего мы работали, встроили свои планы, закупали скот, дорогие корма, вкладывали. Эту цепочку сейчас вынуждены прервать. Когда пришла пора продавать, нам говорят, вы не можете продавать. Не проданный скот просит есть. На корма расходы увеличились вдвое. Не будет и запланированного закупа бычков на откорм у населения. Лишний рот – убыток предприятию. Мы не добрали большое количество кормов. Наша себестоимость увеличилась в несколько раз. Был запланирован еще какой-то определенный объем к закупу. Мы его сейчас не доберем. В убыток себе работы тоже мы, конечно, не хотим. Продавать мясо говядины за пределы страны фермеры могут только в разделанном виде. Это животноводов не устраивает. Невыгодно. Обрезки, шкуры и кости по хорошей цене сдать некуда. Предприниматели, чтобы окончательно не разориться, торгуют небольшими партиями на внутренний рынок с менее привлекательными условиями. Фермер, который сейчас не получит справедливую цену за свой скот, он перестанет просто его держать. И на следующий год просто этого скота не будет. То есть, нечего будет продавать просто. Это будет просто дефицит. Сейчас мы как бы испытываем переизбыток. Ограничения на вывоз скота живым весом чиновники от Минсельхоза связывают с продовольственной безопасностью страны. Ожидается, что временный запрет снимет дефицит сырья на отечественных мясокомбинатах. В последнее время мясоперерабатывающим предприятиям не хватало сырья. Введенная мера обеспечит их загрузку на 80%. За сдачу скота живым весом фермеры будут получать субсидии. За килограмм говядины – 200 тенге, за голову мелкого рогатого скота – 3 тысячи. Продавать скот живым весом на экспорт фермеры не смогут ближайшие полгода. Уже сейчас животноводы говорят о возможном подорожании своей продукции. Чтобы не уйти в минус и оправдать себестоимость, расценки планируют увеличить как минимум на 25%. Наталья Строкова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Продолжим выпуск. В погоне за большим уловом многие рыбаки забывают о правилах безопасности. Актюбинские спасатели, которым не раз приходилось вызволять жителей из ледяной воды, дали любителям зимней рыбалки важные советы. Но прислушиваются к ним не все. Для супругов Паниных рыбалка – семейное увлечение. Как только появляется свободное время, они приезжают на ближайшее городо-водохранилище. Ловить рыбу Юлия старается недалеко от берега. Считает, что так безопаснее. Правила соблюдаем. Я вот, например, лед трескается, я стараюсь сразу палатку открывать, чтобы выбежать можно было. Да, конечно, все соблюдаем. Все разрешения, что можно ловить, что нельзя ловить. Обращайте внимание обязательно на толщину льда, на погодные условия. По себе мы рекомендуем надевать еще и спасательные жилеты. На водоемах области с наступлением зимы наплыв любители подледной ловли. Поэтому спасатели практически ежедневно проводят рейды. И хотя толщина льда на акваториях региона достигает 25 сантиметров, в некоторых местах он недостаточно крепкий. Особую опасность представляют водоемы с сильным течением, говорят специалисты. Однако нередко рыбаки пренебрегают правилами поведения на льду. Мы рекомендуем одному не приходить на рыбалку. В случае, если человек провалится, то никто ей помочь не сможет. Необходимо приходить, допустим, двое и более людей. С собой иметь определенные снасти, которые помогут им в случае провала под лед выбраться. Рекомендуем носить длинные доски, веревку иметь и, соответственно, спасательные жилеты. Проводить профилактические рейды спасатели совместно со специалистами областной территориальной инспекции рыбного хозяйства планируют до весны. Наряду с мерами безопасности любителям посидеть с удочкой напоминают и о соблюдении правил рыболовства. В этом году за различные нарушения к ответственности привлекли около ста человек. С начала года составлено 82 административных протокола. Все нарушители правил рыболовства привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов составила более миллиона тенге. По словам спасателей, последние четыре года несчастных случаев на водоемах региона в зимний период не было. Наталья Салькова, Блак Молдогалиев, Октубе, Хабар 24. Сотни смельчаков приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию в ледяных водах реки Влтавы в центре чешской столицы. 360 спортсменов из восьми стран, включая Польшу, США, Англию, состязались в заплывах на 100, 300 и 750 метров. Погодные условия в этом году выдались особенно суровые. Температура воздуха в Праге опустилась до минус 6, воды до плюс 3 градусов. И это самый низкий показатель за всю историю заплыва. Вода была очень холодная в этом году. Я тороплюсь в помещение, чтобы скорее погреться. Температура воды меньше 4 градусов. Я не припомню такого. Но когда окунаешься, это приятно освежает. В Южной Корее стремительно растут объемы онлайн-торговли. За год жители потратили в интернете на 20% больше денег. Все чаще виртуальные покупки делают и проживающие в республике иностранцы, в том числе граждане стран СНГ. В онлайн-магазине, где работают в основном казахстанцы, побывал наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Далеко за полночь на одном из колдов рядом с Сеулом идет оживленная торговля. Вещи пользуются большим спросом, поэтому в прямом эфире продавцы непрерывно проводят по 5 часов. Все они за 70 тысяч вон, а еще здесь прям натуральная кожа. Асиль Маханова в Корее с 2005-го. Вспоминает, что в первое время из-за языкового барьера ей тяжело было делать покупки. Поэтому, когда в этом году ей поступило предложение стать ведущей эфира в онлайн-магазине, сразу согласилась. Как иностранец, который не знает здесь местный язык, он не может свободно говорить и объяснить продавцу, что ему нужно. Мне очень нравится, потому что я приношу пользу тем, которые живут не только в Корее, но и за пределами Кореи. Благодаря онлайн-шоппингу, который мы проводим почти каждый вечер, предлагая им брендовую хорошую одежду за скидки 90%. Оформление заказов в офисе не прекращается ни днем, ни ночью. В день отправляют примерно 100 посылок. Среди заказчиков в основном этические корейцы, которые вернулись на свою историческую родину из стран СНГ. Владелец онлайн-магазина несколько лет работал в Казахстане. Сначала он решил создать видеоблог для русскоязычных жителей, но затем поступили просьбы порекомендовать одежду и обувь, и он решил продавать товары в интернете. Сейчас заказы поступают со всех стран СНГ. Сейчас через интернет можно купить товары с любой точки мира, но на веб-сайте можно увидеть вещи на фото, а онлайн-эфир — это нечто другое. Он доступен через соцсети и дает возможность пообщаться с сотней покупателей одновременно, задать интересующий вопрос о товаре. Покупатели в основном работают шесть дней в неделю с восьми до пяти часов вечера. Зайти в обычный магазин не успевают. К тому же в период пандемии жителям рекомендовали не посещать места массового скопления людей. Поэтому онлайн-шопинг — хорошая возможность купить вещь, не выходя из дома. За десять месяцев этого года в стране совершили виртуальных покупок больше, чем на 14 миллиардов долларов. И похоже, что и после победы над коронавирусом популярность интернет-покупок не исчезнет. Ведь эти магазины экономят и время, и деньги. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. В Германии спустя полгода после разрушительных наводнений на западе страны пострадавшие семьи въехали в новые дома. Но площадь большинства из них не превышает 35 квадратных метров. Так называемые крошечные дома построили на средства благотворительной организации в коммуне «Графшафт». После одобрения заявки семьи могут сразу переезжать. Внутри есть все необходимое для комфортного проживания — пяти человек, две спальни, гостиная с кухней и ванная комната. Всего таких новостроек 25. До конца следующего года обещают сдать еще 50. Дома полностью оборудованы. В них есть чайник, кофеварка, тостер, также постельное белье. То есть туда можно сразу переезжать, ничего докупать не нужно. Закончим на этом, немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова